Всем привет, ребят! Сейчас, знаете, такой соцопрос был по ходу, и во всех сетях, во всех интервью сейчас это обговаривается, что типа 72% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. Я, в принципе, сразу эту информацию увидела, а только потом уже смотрела и вот эти вот все интервью, политические эксперты и всякое подобное. Что тут можно сказать? Мне кажется, просто совершенно две разные вещи, если люди кричат, что мы будем терпеть сколько, сколько потребуется, давайте мы всех победим, и они живут где-то, да, на Западной Украине, где, ну, где меньше обстрелов и в более-менее спокойном состоянии, потому что мне также коллега рассказывала, что она ездила в другой город на Западной, и она сказала, что там совершенно другая жизнь, другие люди, потому что они ходят там спокойно, они могут позволить себе ходить, ну, там, в школу и все такое. Это хорошо, ребят, это хорошо. Нужно просто оптимально думать за всех людей, а не только там за конкретных, которые там более-менее спокойно могут где-то находиться, и если тревога, у них есть какое-то время, чтобы куда-то там добежать, да, и тех людей, которые живут при фронтовых городах, которых обстреливают постоянно, и которых даже, возможно, долетает, достает артиллерия, ну, ребят, это же совершенно разные вещи, и вот у нас тоже, если ракета летит, она летит либо минуту, либо две. Ну, куда ты добежишь, ну, реально. Вот, и понятное дело, что и моральное состояние, и настрой, и моральное состояние у этих людей совершенно разные. Мне кажется, вот это вот самое главное, потому что при фронтовых городах уже у людей просто нет сил. Фигня, это нужно все быстрее как-то заканчивать. Вот, и сейчас активизировалась эта тема с этим опросом, или что оно там, я не знаю, что это было. Они постоянно это обговаривают во всех интервьюх, но, честно говоря, я ни одно не досмотрела до конца, чтобы понять, что, что именно хотят люди, что именно имеется в виду, что хотят этим опросом показать. Я не понимаю просто. Ну, провели опрос. Хорошо. Типа ничего не поменялось с 22-го года. Ну, я не знаю, где они проводили опрос, честно говоря. Потому что прошло уже, блин, два года, и поменялось многое. Потому что у людей, как бы, отрывисто, знаете, были какие-то обещания для людей. Вот, закончится тогда, тогда, через два месяца, через полгода, через год, знаете. А когда это уже непонятное количество, строить планы какие-то, что-то, может, кто-то хочет купить, там, какую-то недвижимость. Он не понимает, да, если там молодая семья хочет купить недвижимость. Где ее покупать? На Западной Украине. Либо же переезжать куда-то. Либо же все-таки тут оставаться, ну, допустим, у нас, да, в Харькове. И тут уже купить жилье там. Не знаю, ребят. Такое странное упытывание. Що воно да е. Я не понимаю просто. Мне кажется, оно только раздражает. Ну, с одной стороны, да, это патриотизм, это готовность там все терпеть. Я понимаю. Все терпеть, если для тебя государство делает все, что возможно, да. Оно ничего не ворует. Оно делает все, чтобы... Оно делает все, чтобы людям было лучше, да. И беспокоиться, в главную очередь, за людей, за их благополучие. Вот. А не просто так, знаете. Вот это другой вариант. Вот это можно. А так, я не знаю, честное слово, ребят. Не знаю. Пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете по этому поводу. К чему це опытывание, чему воно да е. Не знаю. Короче. Поделилась немножко с вами информацией такой. И всем хорошего настроения. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. И всем пока-пока.